Приветствую вас! В то время, что я читал ваше сообщение, у меня много достаточно мыслей появилось, ну например, почему вы не нашли в себе силы отказать своему бывшему парню, когда вы уже были другим, что не позволило вам это сделать, но тем не менее в дальнейшем вы немножечко перефразировали свой вопрос и в итоге теперь он звучит так, что вам нужно подобрать правильные слова для того, чтобы сказать молодому человеку, бывшему о том, что вы не хотите быть его женой, но при этом не навести его на свои ошибки. здесь тоже возникает вопрос, а почему собственно говоря вы не хотите навести молодого человека, бывшего, на его ошибки? Ведь если он поймет, что делал не так, то совершенно очевидно сможет что-то исправить, разве и нет? Тем не менее, вы этого не хотите, это ваше право, я надеюсь, вы знаете, что делаете, это вот у меня такое единственное посылание к вам. Значит, давайте подумаем, как им сказать, исходя из следующего. Значит, во-первых, почему вы от него ушли? Что вас заставило от него уйти? Уйти? Наверное, то, что он страдал алкогольной зависимостью. На тот момент вам совершенно определенно было-было ясно, что вы с ним не сможете построить семью, не сможете обычным вместе и так далее, верно? Ну, думаю, что да. Думаю, что так, что и было. А потом он, значит, как-то дал вам понять, что вновь хочет с вами быть. И вот здесь ключевой момент. Вы увидели, что он изменился? Или что? Потому что, ну, вот не очень ясно, почему вы поменяли свое мнение по отношению к нему. Исчезли те факторы, которые раньше не позволяли вам с ним быть вместе. Если исчезли, и вы все равно как бы не хотите с ним быть, значит, просто-напросто прошло время. Время прошло, чувства угасли. Это нормально, когда за временем чувства проходят, и человека перестаешь воспринимать так, как воспринимал до этого. И вот об этом вам и ему и нужно сказать. Что, прости, дорогой, но так получилось, что ты хороший, ты очень, значит, мне дорог, я тебя ценю. но, время, время прошло. Какой-то время, какой-то период мы не были с тобой вместе. И я уже не могу воспринимать тебя так, как раньше. Ты для меня теперь в большей степени друг, чем, например, например, мужчина. То есть, как бы, в качестве своего мужчины я больше воспринимаю теперь своего настоящего. И проблема здесь не в тебе. Проблема здесь именно в том, что прошло время. И я изменилась. Мои приоритеты изменились. Мои жизненные взгляды немножко изменились. Они стали другими. Вот то, что вы можете сказать. По сути, ваш молодой человек, бывший молодой человек, он вряд ли будет удовлетворен тем, что вы ему скажете. На самом деле, нет таких слов, которые бы помогли принять ему то, что есть. И нет таких слов, которые могли бы смягчить хоть как-то эффект от того, что вы ему скажете. Таких слов тоже, к сожалению, нет. Абсолютно все, что бы вы ни сказали, будет воспринято им достаточно негативно. это нужно понимать. И не важно, что вы скажете. Вот, надеюсь, вы, как бы это сказать, поймете это сейчас. Не важно, что вы скажете. важно то, как вы будете этого придерживаться. Потому что, если вы что угодно ему скажете, абсолютно, абсолютно что угодно, если вы ему скажете. Он вам, скорее всего, на первый раз не поверит. И только если вы ему своим поведением покажете, что вы действительно так считаете, что вас не сбить, как бы, с курса, который вы сами себе наметили, и так далее. Только тогда, постепенно, он будет понимать, что это действительно так. Соответственно, никуда не деться. То есть, никуда не деться от вашего такого вот решения. Понимаете? Вот только таким путем можно вам двигаться. Перманентно, сразу, одним маслом, одним словом, одним разговором нельзя заставить человека перестать хотеть быть, например, вашим мужем. Потому что он хочет быть вашим мужем не только для вас на самом деле. Он хочет быть вашим мужем для себя тоже. И сложно человеку, любому человеку отказаться от своих желаний. На это нужно, еще раз повторю, время. Поэтому вам этот момент нужно учитывать обязательно. И, вообще-то говоря, относиться к нему спокойно. Потому что вам, безусловно, придется повторять то, что вы сказали. Но, понимаете-ка, в данном случае повторять повторение неизбежно с точки зрения кого? С точки зрения ваших взаимоотношений с молодым человеком. то есть, то, что он сразу не воспримет ваши слова, это определенно. Это факт. Но вам погрязать постоянные повторения ему одного из одного, по сути, не стоит. Скажите один раз, скажите серьезно, и больше к этому не возвращайтесь. потому что на самом деле нет никакого смысла разжевывать человеку одно и то же. Если он хочет понять, он поймет, он услышит вас, но осознание, к сожалению, оно придет не сразу. И все, что вам нужно сделать, это просто-напросто дождаться, пока он это принят. Ну ага, выбора это у него последнего дела не будет. Потому что, если вы четко решили, значит, так или иначе, он увидит, что вы все, это окончательное решение, бесповоротное, вы не поменяете своей точки зрения. И как бы ему было не приятно вот это вот осознавать и воспринимать, он все равно по сути дела не будет для себя иметь другого выбора, кроме как это принять. Это то, что я хотел вам сказать по поводу вашего вопроса. Теперь по поводу того, все-таки прошу пару слов о том, как вы поставили себя со своими мужчинами, да, и вот собственно почему вы не нашли силы, себе силы отказать молодому человеку, бывшему, во встрече. вот на эту тему с вами нужно разговаривать вообще-то говоря отдельно, потому что непонятно, что вами двигало, когда вы поступали так. Неуверенность в себе, какие-то желания свои, может быть, что-то еще, что-то есть, и с этим нужно разбираться. Почему и для чего? Ответ прост. В будущем вам это может очень сильно и серьезно помешать. В будущем вам это может существенно осложнить жизнь. Вы не защищаете свои интересы, недостаточно сильно уважаете себя, и как бы это может повлиять на ваше взаимодействие с мужчинами, с вашим настоящим мужчинам. Вот в этом и заключается проблема. Но, естественно, это делается только по вашему желанию. То есть, если хотите, можем это проработать, можем это разобрать, понять. Если нет, воспользуйтесь рекомендацией и поступите так, как я вам сказал. Будьте готовы к тому, что молодой человек сразу вас не примет и точку зрения вашу, конечно же, не разделит и не поймет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.